В начале пленарного заседания гостей знакомят с республикой, ее богатой историей, флорой и фауной. Конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» уже стала доброй традицией и проходит в 21-й раз. В этом году ее приурочили к 25-летию Ингурского государственного университета и 80-летнему юбилею профессора, кандидата биологических наук Тугана Тачиева. Сегодня он принимает подарки и поздравления от своих коллег. «Биология и поверь мне, перед тобой в большом долгу. Все твои награды, звания, час перечислять могу». Правое первое выступление предоставляется имениннику. Туган Тачиев рассказывает о научно-исследовательской деятельности кафедры биологии Ингурского университета. За последние годы написаны более 700 научных работ на основе изученных флоры и фауны. «Почти около 400 научных работ, монографии, статей и так далее, и так далее. За эти годы издано сотрудниками именно кафедры. Ну, написана солидная, серьезная красная книга республики Ингами. Ну вот сейчас надо его снова перезадовать, снова вести. В общем, так. Занимаемся флорой и фауной нашей республики». Инверторизация инвазивной фракции флоры Северного Кавказа и составление черной книги. Тема следующего доклада. Доктор биологических наук Сафарбиш Хагапсуев считает, необходимо собрать в противовесе красную и черную книгу Северного Кавказа, куда будут внесены только все вредные растения. Это делается в первую очередь, чтобы предостеречь людей. «Инвазивные растения не только вред приносят. Инвазивные растения приносят и будут приносить пользу обществу. По той простой причине, что инвазионными они становятся в двух случаях. При воздействии человека, когда интродуцирует, привозит осознанно, а потом, не зная биологию, он начинает распространяться дальше. А второй момент, как вот этими сорными растениями, галинзогой, асамброзией, с мелколепестниками и так далее, которые занесли чисто случайно». Фауна Кавказа разнообразна и богаче, чем это порой представляют люди, считает Константин Латиев. Кавказ, по его мнению, это не только горы, равнины и степи, но это еще полупустыни и пустыни, которые находятся в восточном предкавказье, в основном Дагестане и Чечне. «Работа в этом регионе показала, что пески и полупустыни там стремительно исчезают. Им на смену приходит песчаная степь, которая неблагоприятна для обитания многих видов биоты, туранского генезиса, то есть выходцев из Средней Азии. С утратой этих видов мы можем потерять не только в фауне Кавказа, но и в фауне России целый ряд уникальных видов, форм, таксонов, животных и растений. В частности, в Терском песчаном массиве, о котором я сегодня докладывал, обитает степная агама. Это единственное место в России, где обитает этот вид агамовых ящериц. Если мы не сохраним ее в Терских песках, то мы не сохраним ее и в России». После панельного заседания работа конференции продолжилась уже на панельных секциях. «Без пчел мы с вами тоже погибнем, если пчел не будет. Поэтому пчелы нужны. А чтобы были пчелы, нужно им давать подкормку хорошую. А чтобы выращивать подкормку, нужно выращивать клевер». Сара Бекузарова на конференции представляет Горский аграрный университет Владикавказа. Более 50 лет занимается выращиванием клевера на территории Кавказа. Его биологическим особенностям и посвятила свой доклад, который представляет на панельной сессии. Участники также затрагивают проблемы вымирающих растений, в чем причины и какие меры предпринять, чтобы не допустить исчезновения оставшихся разновидностей редких кавказских растений. Каждый из присутствующих занимается исследованием в своем регионе. «Наш университет традиционно принимает участие в работе этой конференции практически ежегодно, но не всегда очно. В этом году мы смогли принять очное участие. И будем рассказывать о большом проекте, который ведется на территории нашей области. Это ведение Красной книги Ростовской области в части растения. Мониторинг редких и исчезающих видов растений на территории области». На других площадках вопросы поднимают не менее актуальные. Общие проблемы биологического разнообразия Кавказа, биоразнообразия Каспийского черного морей и разнообразия животных. «Я выступаю на сессии по биоразнообразию животных. Я зоолог и занимаюсь я изучением саранчевых. И, собственно говоря, основная проблема – это изучение фауны, современного видового состава, особенность их распространения, биология, экология, ну и, в общем, все, что с ним связано». Исчезновение Каспийского тюленя – проблема, которая беспокоит и не только ученых России, но и многих стран. Это единственное млекопитающее, обитающее в Каспийском море. В Книгу рекордов Гиннесса Каспийский тюлень попал как самый мелкий из существующих 32 видов. Из-за загрязнения моря нерпы в последние годы стремительно исчезают, что служит причиной неблагоприятной экологической обстановки и как предотвратить вымирание грациозной и быстрой рыбы. Этим вопросом посвящен круглый стол, которым принимают участие сами исследователи и студенты НГУ. «Долго думали о создании такого центра реабилитации. Хотели сделать его и на базе ДГУ, и построить отдельные здания, чтобы там производить реабилитацию тюленей, которые попали в сети, потом их выпускать, проводить исследования, сделать этот комплекс немного таким эколого-просветительским». Ежегодная международная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» вносит немало нового в изучение флоры и фауны Кавказского региона. Кроме того, она охватывает и не только прикладные, но и фундаментальные аспекты изучения и защиты биологического разнообразия, затрагивая проблему воплощения в жизнь принципов устойчивого развития каждого региона. Диана Дударова, Светлана Томова, Джамалел, Тамас Хайнов, Новости 24.